Здравствуйте! Эфир Первый Ярославского продолжает проект в тему в студию Любовь Цветкова. И сегодня мы будем подробнее знакомиться с лучшими практиками работы гражданских активистов Ярославской области. И у меня в гостях Светлана Смурыгина, директор конно-спортивного клуба «Кентавр». Слава Летина, здравствуйте! Здравствуйте! Основное направление вашей работы, одно из основных – это ипотерапия. Слово, конечно, всем знакомое. Расскажите поподробнее, для кого, в первую очередь, и как помогает. В первую очередь, ипотерапия – это и адаптивный конный спорт. Это для детей с ограниченными возможностями. Их включает диагноз ДЦП, синдром Дауна, аутист и других людей, которые есть какие-то проблемы со здоровьем. Много ли желающих к вам ходят заниматься ипотерапией? И как проходят занятия? И, может быть, примеры случаев вот такого вот излечения? Ежегодно к нам приходят более 40 детей, приводят их родители. Некоторые около 30 детей занимаются от 2 лет и до 7 лет. Они ходят стабильно, к нам приходят в непогоду и в жару, и в холод. В принципе, им нравится. Помогает? Ну, как это помогает? Это помогает обязательно. Из практики, из моей, в общем, 20-летнего стажа, я вижу на глазах, что результаты растут. Расскажите еще, чем занимается ваша организация, какие проекты реализуете? В основном, ну, в основном был клуб создан в 2009 году. Это паралимпийская выиска. Мы занимаемся и паралимпийским конкуром. А, в общем, потихонечку у нас влился еще один такой проект, инклюзивный ипотеатр, который в течение 5 лет мы занимаемся с детьми. И с детьми с ограниченным здоровьем и здоровые дети приходят к нам, участвуют в спектаклях. И также сейчас участвуют и в соревнованиях. Мы проводим и семейные праздники, вот. И, в общем, охватываем большое количество людей. То есть детей и взрослых? Да, детей и взрослых. И города Ярославля, и Ярославской области. Сейчас у нас мы выиграли президентский грант, в котором охвачено около 70 семей, которые Ярославля, Ростова, Данилова, Тутаева. А что за проект, с которым вы грант выиграли? Проект называется «Всей семьей на коне». Вот. И здесь, конечно, мы проводим игровые программы, соревнования будут семейные, соревнования по конкурум, которые дети уже научатся заниматься, управлять лошадью. Мы их будем привлекать к этим мероприятиям. Много желающих вообще общаться с лошадьми в рамках вот этого проекта семейного? Много. У нас не только и детям, и родителям это нравится. Как лошади меняют людей? Очень. Скажите. По-разному. В общем, дети уже на второе-третье занятия. Сами, в общем, дома сегодня, мне на занятиях рассказывала мама, что ребенок уж берет шлем, одевает, идет на лошадку. На лошадку, в общем. Дети со второго-третьего занятия уже бегут сами к лошадям. Слава Литина, расскажите, на какие средства вообще существуют в вашей организации? С 2012 года мы получаем гранты не только от области и от города, но и вот теперь выиграли президентский грант. Это был первый раз? Да, первый раз. Несколько раз мы подавали на президентский грант, мы не выигрывали, а в этом году вот нам Бог послал, как говорится, кусочек сыра. Мы выиграли. А в дальнейшем какие планы? Ну, мы тоже планируем, чтобы государство наше откликнулось, и не то, что государство, и область, и город откликнулись и помогли нам в реализации нашей деятельности. Это единственная организация, которая, в общем, в регионе и в ближайших регионах нашей России занимается в пяти направлениях. У нас же и ипотерапия, и адаптивный иконный спорт, это паралимпийская выиска, паралимпийский конкурс, специальная олимпиада, инклюзивный ипотеатр. В общем, мы в прошлом провели более 30 спектаклей, в которых участвовало 4 тысячи детей и людей. То есть это театр с лошадьми? Да, театр с лошадьми. Это называется инклюзивный ипотеатр. Здесь инклюзия, и дети здоровые, и больные, и их родители участвуют. Вот мы начинали с маленького спектакля «Это небесный гость». И у нас сейчас в проекте была «Синяя птица», теперь у нас в проекте «Снежная королева». В спектакле «Синяя птица» у нас приняло более 60 человек. Вот это, конечно, большое количество персонажей, участников. Ну, думаю, в «Снежной королеве», наверное, еще больше. Санитина, а что для вас ваша работа, и что для вас лошади? Ну, лошади — это все, это моя жизнь. А дети, как вам сказать, что я работала в школе с детьми, и тут ко мне пришли дети с ограниченными возможностями. И вот, и занялась, помогаю детям. Большое вам спасибо за ваше доброе дело. Пожалуйста. Ну, я напоминаю, что о деятельности некоммерческой организации конно-спортивный клуб «Кентавр». Мы сегодня говорили с директором Светланой Смурыгиной. В студии была Любовь Цветкова. Оставайтесь на Первом Ярославском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова